Есть одна тема в Пулеме, которая очень простая, но мне кажется, важно немножко ее поднять. Мой учитель, Рабхаим Камил, пережил шестидневную войну под обстрелами иорданцев в Иерусалиме. У него была книга, которая просто была, обгорела снаружи от этих обстрелов. Просто видел ее. И это было по их предсчислению в 1987 году. Это такая дата, что 20 лет после шестидневной войны. И мой учитель, Рабхаим Камил, коснулся этой даты. Скал удивительную вещь. Чудеса, которые мы пережили сами, а шестидневная война была великим чудом, мы сегодня их меньше живем, чем теми чудесами, которые описаны в Творе. Знаете, я здесь не был шестидневной войну, я это не могу говорить. Рабхаим Камил, он сидел в любом убежище, еще ищел мир под обстрелами иорданскими. В Иерусалиме было невесело, скажем так. Не говорю уже о том, что этой войны очень боялись. Израильские власти рассчитывали, что будет 50 тысяч убитых. Это была, так сказать, оценка ситуации. Всевышний, слава Богу, помил наш народ и было великое чудо. Вот Рабхаим Камил был человеком, который пережил шестидневную войну. И что он говорил? Выбор самого себя. В нас живут чудеса Пурима, чудеса Пейсаха. Гораздо больше, чем чудеса, которые мы пережили сами. Хотя это было тысячу лет тому назад. Почему это так? И он сказал великую вещь. Что есть чудеса, которые стали частью того. Это стало частью духовного строения мира. Каждый год мы переживаем остановку, которая называется Пейсах. Каждый год на себе остановку называется Пурим. Шивот, Сукот. Это была духовная остановка, где на свете тот свет, который был в те самые времена, когда пришли эти чудеса. А сегодня, кстати говоря, я это знаю по себе тоже. Мы здесь пережили 28 лет тому назад большие чудеса войны в Персидского залива, когда было чудесное спасение от Ирака на Святой Земле. И видели, что это чудо. Это было очевидно. Каждый человек, у которого была голова на плечах. Я пытаюсь вспомнить каждый раз заново, когда приближаются эти дни. Скажу так, Пурим радует гораздо больше. Сам вроде пережил. Вернее, но это не осталось печально следующее поколение. Хочу немножко коснуться более широко о вечности сказанного в Пурим. И вообще удивительная вещь. Это касается, сказанного в конце Меганат Эстер, книга Святка Эстер, что дни Пурима, они как бы нашего народа не уйдут. Более того, то же самое говорится о Меганат Эстер, что остальные святые книги как бы уже не будут иметь такой силы, а книга Эстер останется. Почему это так? Тут мы видим некоторую удивительную вещь, что есть в событиях Пурима и в событиях, соответственно, и в книге Эстер, некоторая печать вечности, которая есть больше, чем в других святых книгах. Почему это так? Ну, я бы сказал, даже эту вечность мы видим и сегодня. То, что, ну, скажем так. Аман был прототипом первым Гитлера. Аман задумал полностью решить еврейский вопрос. Все было рассчитано, все было запланировано. Причем, скажем так, это было в руках гораздо больше, чем было у Гитлера. Ахаш правил всеми известными государствами. Евреи были, все евреи жили на территории его царства. И Аман был его премьер-министром. Он властвовал над всем. Поэтому, когда, скажем так, дату для расправы, то... И даже такая идея тотального вечера еврейского народа, это не Гитлера придумал. Это источник, это Аман. Это Амалек. Это Амалек. Великий ненавистник нашего народа. Известно, что многие мудрецы знали, что в Германии находится Амалек. Вещь не новая. Вещь известная. То есть были мудрецы, которые не хотели переступать границы Германии поэтому. И не хотели видеть, когда приезжал сюда, помню, Петр Вильгельм. 150 лет назад тоже не хотели его встречать по этой причине. Потому что виделись в этом Амалек. С другой стороны, есть известная история, когда после Нюрненского процесса, когда вешали крупнейших убийц немецкого рейха, Один из них сказал, что это с Пурим. Пурим. Есть намек на это. Есть известный намек, что малые буквы, в перечислении десяти сыновей Амана, они собираются вместе с словом Ташаз. Ташаз. Мал-маленькие буквы. По-моему, маленькие, да. Что такое Ташаз. Это год Нюрненского процесса. Посмотрите просто в Могиле. Маленькие буквы в именах десяти сыновей Амана. И в наше время мы наблюдали еще дважды спасение в Пуре. Был еще один последователь Амана. Это был Иосиф Александрович Стали. И Махеш Мобазихров. Он тоже запланировал решение еврейских вопросов на СССР. И не настолько педальтично, как запланировал Эйхман и Гитлер. И меня качествующим задумывал это Аман. Но запланировал. Все было готово. Все было готово. Буквально, думаю, что за считанные дни и недели до осуществления этого замысла Сталина, в ночь Пурима охватило их воздействие в мозг. Это было Пуримское чудо. И даже в наше время, в наше время, мы в Америке и мы сегодня упомянули войну в Российском заливе. Известно, что наш ненавистник Саддам Хусейн, который обещал сжечь половину Святой Земли. Это началось все эти дела. Он перед Пейсиком обещал сжечь половину Святой Земли. В итоге его страна была наполовину сожжена. И он пал в Пурим. В Пурим кончилась война. Это было совсем особое ощущение в этот Пурим, когда все опасности, все страхи перед ночными сиренами и ракетами кончились в Пурим. В Пурим. И есть у этого один великий урок. Есть вещи очень простые, известные, надо их иногда себе это повторить. Есть вечность еврейского народа, вечность Торы, и вечность на обещание Всевышнего, чтобы дать нам Святую Землю. Это то, что он обещает Тор. По большому счету, эти вещи, они не имеют никакого логического объяснения. По законам природы, по законам истории нас давно уже нету. Давно уже нету. Однако есть нечто выше так называемых законов истории, выше этого. То, что выше этого, это воля Творца, это запечатлено в Торе. Поэтому мы существуем, мы радуемся жизни. Наша Святая Тора существует, изучается, придется дальше. И мы даже не находимся на Святой Земле. Хотя этому противостоит практически большая часть мира. Тор. Наша Святая Тора существует по законам истории, и даже у нас есть какая-то опасная часть мира. Так что пока, 있냐. Когда мы наступим, что-то это навыка, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...